Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных соборным посланиям. И сегодня у нас вторая глава соборного послания апостола Якова. С вами священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Итак, вторая глава. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему «тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете «ты стань там» или «садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы себя, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, который Он обещал любящим его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию «возлюби ближнего твоего как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешает в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». «Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закону. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». Главная мысль данного фрагмента – проблема лицеприятия или неодинакового отношения между членами общины. Начнем с двух важных замечаний о славоупотреблении апостола Якова. Первое. Сам формат обращения апостола к читателям – регулярное «братья мои», чрезвычайно важен. Мы упоминали, что с одной стороны апостол Яков плотно связан с миром книг премудрости, и многие его идеи созвучны этому литературному корпусу. С другой стороны, апостол совершенно сознательно свободен от присутствующей в книгах премудрости дидактики превосходства. Мудрецы Израиля регулярно используют обращение «сын мой», ставящее говорящего в позицию абсолютного авторитетного превосходства над слушающим. В то время как апостол системно следует за словами Христа, который говорит «вы же друг другу, братья». Второе. Указание на Иисуса Христа, как на Господа Славы, роднит словоупотребление Иакова с апостолом Павлом. При том, что толкователи зачастую разводят их мировоззренческие позиции по противоположным углам. Об этом мы поговорим несколько позже, но отметим для себя данное замечание. Итак, лицеприятие. Данное понятие происходит из восточной придворной практики и обозначает пристрастное уважение, выделение одного человека перед всеми. К такой практике писание относится всецело негативно, особенно запрещая ее для руководителей, как, например, для судей, чтобы те судили поступки, а не лица, то есть ориентировались не на социальный статус обвиняемых или потерпевших. Также подчеркивается, что нелицеприятен Бог, всегда судящий деяния и не отличающий при этом господина от раба. Вывод. Любовь, оказываемая человеку, должна происходить из веры, рождающей новое отношение ко всякому человеку, а не чисто из человеческого расчета ожидания выгод и преференции, которые можно, получив, получить, оказав должное расположение социально значимой персоне, как это и же выписывают в своем примере апостол. Если такое отношение неприемлемо для людей вообще, то сколь неприличней оно для христианина, понимающего, что Христос пришел, чтобы искупить всякого человека из рабства, греху и тления, и что отныне в его теле, в его церкви нет больше ни раба, ни свободного. Любой другой подход – плод неверного человеческого суждения, часто превозносящего и унижающего по одежке, по внешнему виду, по статусу, что в своей скоротечности и быстроте суждений противоречит сказанному апостолам ранее, «Будь медленен на слова». Правильное видение и правильное делание в рамках данного вопроса обозначается апостолам как следование царским путем, исполнение жизнью двуединой заповеди о любви к Богу и ближнему. Итак, еще раз подчеркнем, противопоставляя богатого и бедного, Иаков, равно как и Христос, далек от какого-либо социалистского взгляда на данную проблему. Здесь подчеркивается равенство всякого человека, как перед Богом, так и перед собратьями, ввиду его неотъемлемого внутреннего качества, образа и подобия Творцу. Богатому еще раз напоминается о ложной успокоенности, о опасности иллюзии собственной подконтрольности жизни, которую может дать богатство. Такая иллюзия может легко погубить доверившегося ей, поэтому да не хвалится богатый богатством своим. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания? А кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог едил? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Мы подошли с вами к богословской сердцевине всего текста послания. К наиболее часто цитируемому отрывку, возникающему в полемике о отношении веры и дел добра в человеке, да в деле спасения человека. Рассмотрим его подробнее. Соотношение веры и дел часто рассматривается как предмет богословского конфликта между апостолами Иаковом и Павлом. Толкователи, особенно из протестантской среды, утверждают превосходство Павловой позиции, торактую ее как возможность спасения лишь верой, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Однако такое толкование однобока и не отражает глубоких внутренних связей, существующих между богословиями этих двух учителей. Необходимо уточнить, что сама проблема веры без дел, веры как некой мировоззренческой парадигмы, ни к чему практическому не обязывающей, возникает совершенно не в рамках Павловой проповеди. Хотя именно его тексты, казалось бы, полны утверждения превосходстве высоты веры над низкими попытками угождения Богу делами закона. Данная проблема описывается как в ветхозаветных текстах, так и в евангельской истории. От слов «этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, и благоговеннее их передо мной есть исполнение заповедей человеческих» у пророка Исаии, или «в устах их ты близок, но далек от сердец их» у пророка Иеремии. До слов «не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, сказанных Христом». Поэтому мысль Иакова о соотнесенности веры и дел – не отклик и не полемика с Павловой позицией, а обозначение пастырской проблемы, существующей постоянно в общине верующих. Теперь обратимся непосредственно к тексту отрывка. Начнем с того, что автор вообще не рассматривает вопрос спасительности дел вне контекста веры. То есть отрывок нельзя воспринимать как чтение о добром атеисте. Вера рассматривается как само собой разумеющийся элемент, вне которого о спасении не идет никакой речи. Вопрос в актуализации этой веры. Отметим, что и поборник спасения веры, апостол Павел, указывает, что реально вошедшая в жизнь человека вера, естественным образом рождает дела. Разница только в терминологии. То, что у Иакова названо делами, Павел называет плоды в своем послании к галатам, указывая милостыню, например, среди них. В приводимом примере на словах «идите с миром, грейтесь и питайтесь» апостол Иаков рисует картину удивительно благожелательного безразличия, которое может иметь место, к сожалению, в христианской среде. Здесь реальный негатив или безразличие к человеку облекаются в маску традиционных благочестивых форм пожеланий, вроде бы и негреховных вовсе. Но самое малое дело лучше самого доброго пожелания. Вот суть мысли Иакова. Но что это значит сегодня? Всякое ему просящему нужно дать. Ответ однозначен. Всякому. Но не всегда то, что он просит. Ведь если алкоголик просит у нас на продолжение запоя, то, умилосердившись над ним, мы реально вгоняем гвоздь в крюшку его гроба. Равно как и подавая профессиональному нищему, мы лишь больше закабаляем его в рамках той зависимости от хозяев, которым он ежедневно выручку приносит. Если мы действительно хотим помочь в этих ситуациях, то это может быть либо минимум вещи или продукта, либо максимум направить человека к специалистам, которые могут оказать системную реабилитационную помощь. Безусловно, такая помощь, предложенная вместо желаемых денег, может встретить сколь угодно неприятие или даже агрессию у просителя. Но она будет единственным верным выходом из ситуации. Все остальное лишь благожелательное «идите с миром, грейтесь и питайтесь». «Покажи мне веру твою от дел твоих». Вот требование апостола к верующим. Оно проистекает из главного признака, по которому только и можно распознать учеников Христовых. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — говорит Христос, — «если будете иметь любовь между собою». То есть дела — естественное проявление любви, главного отличительного качества христианина. Дела не больше или важнее веры. Они есть объективное, органичное ее продолжение и реализация. Ведь так же действует и Бог. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», — говорится в Евангелии Таана. «Бог любит деятельно, и человек должен деятельно являть свою любовь к Богу и ближнему, что и есть дело веры. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня», — говорит Христос. «В противном случае человек без верою инициируемых дел любви становится подобен бесам, которые, как известно, не только из данного апостольского текста, но и из Евангелия, имеют веру как признание факта существования Бога, но не более. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим? Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веруя только? Подобно Ираав блудница, не делами ли оправдалась, приняв саглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Примерами веры, дышащей полнотою дел, являются для апостола праведники Ветхого Завета, от отца всех верующих Авраама до периферийной истории Иерихонской блудницы Раар, укрывшей в своем доме еврейских лазутчиков. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Святитель Иоанн Златоуст так комментирует эту мысль. Вера без дел мертва, и дела без веры мертвы. Если мы содержим здравые догматы, но не радеем о жизни, нам не будет никакой пользы от догматов. И опять, если мы заботимся о жизни, но хромаем в догматах, и в этом случае также не будет пользы. Поэтому необходимо, чтобы наш духовный дом был прочен с обеих сторон. Спасибо. 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 Спасибо.